всем доброе утро мое утро снова правильно начинается начинается с бега я сегодня пробежал 8 километров и 200 метров да это мой пока что рекорд вот а вообще мне нужно пробежать 10 километров для того чтобы быть готовым к марафону вот марафон у меня 12 или 14 мая честно говоря уже не помню либо 12 либо 14 да я начал бегать неделю 2 назад и начинал получается с 5 до 5 километров я сначала пробежал вот было очень сложно это до этого я бегал в зале бегал по по 8 по 10 километров и и вообще но в зале было все легко и все классно но бегать по улице и бегать в зале это абсолютно разные вещи вообще просто противоположные вещи потому что в зале дорожка ровненько в зале можно выбрать скорость в зале можно включить вентилятор чтобы не было так жарко в общем зале можно все а на улице ровной дороги не бывает никогда есть пойдем если спуски вот поэтому я сразу же почувствовал разницу только первый раз выбежал две недели назад вот начиналось 5 километров а вот уже как вторую неделю я бегаю по 8 вот я принципе чувствую силы пробежать сразу 10 вот сегодня даже но я не хочу спешить потому что у меня еще две недели есть времени вот я предпочитаю потихоньку идти к результату и сразу пробежать 10 километров и сегодня погода такая офигенная вообще просто вот утро а на улице 7 градусов что конечно потом набегут тучки в этом уверен потому что здесь всегда так здесь всегда утром кажется что классно нет ветра тепло солнышко светит но через часа два-три набегут тучи и просто изолют все дождем знаем эту рижскую погоду еще у нас есть офигенные новости потому что мы 6 мая едем в таллин а 7 мая мы стали на сталина на пароме едем в хельсинки финляндию да и там и в таллине и в хельсинки мы пройдем по одному дню потому что мы спрашивали людей которые там побывали вот и спрашивали финна который у нас в группе что там вообще как там хельсинга он сказал что там скучно и что полдня вообще достаточно для того чтобы увидеть все хельсинки и насладиться и вот но у нас будет день и мы туда едем на пароме сталина поэтому я думаю это будет очень прикольное путешествие особенно это будет прикольно потому что с нами едут наши друзьяшки богдан и настя вам были в гость у кого мы были в гостях в польше и которые были в гостях в барселоне у нас да они к нам присоединятся они приезжают сначала в ригу 3 числа а потом 6 мы все вместе поедем в таллин и сталина все вместе поедем поплывем в хельсинки а сегодня у нас выходной самый настоящий выходной когда не нужно делать когда же не нужно делать какой какой-то проект да сегодня пятница и мы сегодня будем просто отдыхать наконец-то именно поэтому и начал сегодня снимать потому что сегодня у нас будет свободный день и будет что поснимать будешь что рассказать и помните в универе у нас была компания вот который мы вели к успеху из банкротства и мы выиграли кстати мы на первом месте у нас плюс 8 а у второго места плюс 6 так получилось что команда которая была на первом месте она в итоге стала последней этого никто не ожидал потому что там финн у нас томи камила чашка не они просто монстры в учебе у них все максимальные оценки которые только возможно они там чуть ли на пару не приходят за за полчаса до начала вот они естественно были все время на первом у них было плюс 3 сразу же в первом раунде вот у нас было минус 26 вот это проценты возврата инвестиций если вы помните он говорил то есть в компанию вложили деньги и мы все начинали с минус 3 процентов то есть мы все были в минусе на первом раунде мы и наша команда сделала минус 26 а команда финна и и камилы сделала плюс 3 то есть они сразу же вас ли вошли в плюс вот но было всего 8 раундов и на этом игра не закончилась мы с ребятами собрались подумали и в итоге за 8 раундов у нас сейчас уже в итоге плюс 8 а утомии камилы плюс 2 они на последнем месте да в общем такая вот забавная история про то что никогда не нужно сдаваться и нужно всегда верить что вы сможете да мы всегда собирались ребята в ритах мы всегда будем на первом их порвем мы им даем фору память от и говорил так и случилось всем привет мы сейчас димой собрались ехать или идти в парикмахерскую потому что диме уже пора постричься вот я приготовлю перед этим обед чтобы мы быстренько пришли с парикмахерской покушали и пошли в зал потому что на 17 30 у меня тренировка я кстати записалась на групповые занятия там была акция спортзале я за 5 евро в месяц хожу на групповые занятия вот и поэтому смотрите как приготовить индийскую курицу и сейчас я вам покажу как приготовить индийскую курицу которую нам наш индус готовил вот правда я делаю ее не острую потому что это обед зачем острая так так острая только на какие-то случаи когда мы все собираемся когда какой-то ужин тогда да а так мы на здоровом питании поэтому острая сильно я делать не буду вот ну все поехали а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот какая получается сама курица Здесь такой жидкий соус Жидкий он потому, что если кушать эту курочку с рисом Это очень вкусно, особенно с рисом басмати Вот, то этот соус впитывает в себя рис И получается вообще очень-очень вкусно Поэтому вот такой вот рецептик Приятного аппетита! Мы сейчас идем меня приводить в порядок Потому что я уже так зарос сильно Да, все равно сзади И сегодня, помните, я утром говорю, что скорее всего, что погода в обед поменяется? А ничего подобного Так же тепло Нет, конечно, солнца Но, тем не менее, на улице плюс 11 нет сильного ветра Который здесь просто вот Постоянный житель Риги, наверное, Латвии Это вот какой-то ветер Он здесь прописан Он здесь постоянно просто сносит У нас с пути Кстати, может, вы сейчас спросите А почему это вы не в университете? А мы не в университете Потому что мы сейчас учимся только 3 дня в неделю в университете Но только у нас вот на этой неделе была дополнительная экскурсия В нерабочий день Но этих трех дней хватает с головой Да, потому что Особенно четверг у нас очень длинный Да, мы уже, я не знаю, сколько времени подряд Мы собираемся с нашими разными группами С разными командами Потому что на каждый предмет у нас другие команды И мы собираемся у нас дома И вот буквально с утра до ночи До 12, до часу ночи Все делаем И до сих пор еще не все сделали Да Все нужно доделать Все так пахнет, там просто цветочные лавки сзади Так вкусно пахнет прям весной Восьмом марта Субтитры подогнал «Симон» А мы поужинали и решили не сидеть дома А куда мы идем? В кальянной Кальян-бар Или чай пить Да, или чай попьем просто Да, в общем, мы решили как-то отметить Тот факт, что мы Закончили эту две недели после каникул У тебя нет основы каникулы Да, и мы решили расслабиться сегодня Мы уже пришли домой Вот Сейчас уже час Даже полвторого Я уже очень сильно торможу Вот Потому что Я очень хочу спать И Дима уже пошел Просто ложиться спать Последнюю неделю Даже две Мы засыпали Не позже Двенадцати Вот И мы уже так привыкли К этому режиму Такой хороший режим, знаете Вот И поэтому мы сейчас пойдем спать Будем отдыхать У нас еще была такая сложная неделя Столько было всего Домашек Вот этого всего Вот Поэтому Нам нужно отдохнуть Всем пока-пока Всем хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok